Всем привет, с вами Супер Стас и сегодня у нас продолжение вашей нашей любимой рубрики Это кто круче готовит, и сегодня мы узнаем, кто же из этих двух недоповаров и хороших людей, сатир и сквозь баб, лучше готовит А почему сразу какая-то пассивная агрессия от тебя? Сразу ты нас недолюдьми назвал Недоповара, вы же сами мне писали, мы не умеем готовить, все, в чем ко мне вопрос А дальше сказал, хорошие люди, заебись же Ну ладно, извини, это я бы... Да, да Просто я предлагаю решить это в драке Итак, самое нетоксичное начало в истории роликов на ютубе Да, ну мы же друзья, вот сквозь главы мы вот прошли все детство, в аэропортах встречаемся, вообще Эчпочмак с горячим чаем, чак-чак у нас каждый раз, так что все С тобой у нас просто хорошее воспоминание На моей кухне приготовить может любой Подожди, если мы сейчас неправильно этим дрожжем б***м, то у нас ничего не получится Я тоже все забыл Это будет самый обб***рный кулинарный ролик в истории А какое самое странное оливье, которое ты ел? Я реально Юлию Высоцкой себя чувствую Десять минут уже проходит скоро Я итальянский повар Хорош Слава богу, моему шоу, что пробуют их друзья Братан, нет Что? Нет Но вопрос сегодня, вообще что ваше любимое блюдо, что вы умеете готовить, что готовили Ты сказал, что любишь готовить детскую еду Да, я говорю, что это единственное, что я умею Я для ребенка, для своего, готовлю периодически очень простые базовые вещи, типа макарошки, сосисочку отварить, я еще умею, знаешь? А почему это детская еда? Ну дети такое любят, и ты. Макарошки с сосиской, яичница глазунья с улыбкой. С улыбкой, я не умею делать с улыбкой. Ты не умеешь делать с улыбкой ничего в жизни. Могу рис сварить, и она еще любит переваренный такой комками, вот я и волью делаю. Звучит так. Фирменный переваренный сатира. Здесь монтаж, и моя дочка такая, ой, люблю, папа, и плачет во время толпился. Она сидит уже в доставке, говорит, работает уже в доставке. Что ты? Я пасты готовлю. Ни хуй. Болоньезочку могу, как вот это называется со сливками и беконом, я забыл. Карбонара. Карбонара, да. Сырный суп, я помню, в общаге я варил нормально. Сырный суп в общаге? Да. Может ты просто сготовишь сырный суп нам, и мы похаваем, и разойдемся? Последний раз, когда я готовил, это где-то был год назад, я для друзей приготовил мясо по-французски. И? И они все просто молча вот съели, кто смог, в общем, и никто никаких комментариев не дал. С тех пор я перестал готовить. Давайте узнаем, кто же на самом деле поставил блок. Хватит болтать, погнали жрать. Правило шоу, кто лучше приготовит. Выбирается блюдо, которое приглашенные гости будут готовить. Гостям на 5 минут дается рецепт, чтобы они его запомнили. Дальше каждому выдаются одинаковые продукты и час времени на приготовление. По истечению часа приглашаются жюри, которые попробуют каждое блюдо, не зная где чье, и выберут наиболее вкусное. Ну что, ребят, на столе ваши ингредиенты. Рецепт я вам даю 5 минут на осмотр. Запоминайте, дальше забираю, и больше рецепта не будет. Мы будем готовить без рецепта. Все, что получится, будет пробовать ваши друзья. И угадывать, кто же приготовил, у кого получилось лучше пицца. Давайте приступаем. 5 минут. А подожди, момент, я извиняюсь. А мы должны сейчас играть в то, что до вот этого кадра у тебя кусок колбасы изо рта не выпал в эту маратовскую тарелку, да? Он его вот так в рот, и изо рта у него сюда, и все, и мы как бы... Это мой ролик, это мой монтажер, иди на. Так, ребят, все на меня, все, отвлеклись. Ром, нам нужно придумать максимальное шоу с трудностями и страданиями. О, может мы отправим их готовить уху в лес? Неплохо, Ром. А если, например, лес будет в Сибири? А может вообще еду прямо в космосе тестить? Кто вообще такое снимал? Ничего. Тут согласен, чуть перегнул по реализации. У меня просто засела в голове космическая тематика. Я сейчас играю в космическую онлайн-игру Призополе от Рыбанка. Там призов целая галактика. А чтобы выиграть, надо выполнять примерно такие же челленджи, как у нас? Нет, все намного проще и приятнее. Ты бросаешь кубик, попадаешь на клетку планеты, покупаешь ее и строишь станцию. За покупку мы получаем задания, а за их выполнение мы получаем космонеты. Они помогают развивать свои станции и повышают наш рейтинг. А еще можно доброски на них купить. В игре всего 4 этапа, и на каждом будет открываться новая галактика. Покупаем планеты, строим станции, получаем от них доход в игре и призы в реальном мире. Ничего себе призовой фонд, кэшбэк и промокоды Т-Банка, 3 квартиры от А101, сертификаты до 500 тысяч баллов Яндекс Плюса и 2 автомобиля марки Мини Купер от Skyeng. А еще гарантированный приз за попадание в Тойп 5 рейтинг лиги до 300 тысяч рублей. Я в шоке. Бро, давай ускоряться с нашими заданиями, нам еще надо уделить время игре, потому что розыгрыш главных призов уже 12 декабря. Ну начнем с простого, да? С готовки. Может они космическую еду приготовят? Погнали, 5 минут, все, что, время уже 3 минуты осталось. Самое главное это тесто, давай запоминать тесто. Миска это что? Что из этого миска? Прикинь, на миске просто встаралась. Блин, вот бы память хорошую. Ты же рэпер, давай. Дрожжи, 10 грамм дрожжей. 3 стакана ложки оливкового масла и раз... Блин, как много всего. Да, ребята, это... Сито, что такое сито? Сито это вот это. Вот это так вот. Как пистолет, только не опасный. 15 секунд осталось. 14, 13. Я не дочитал половину даже. 3, 2, 1, стоп. Да дай, да я не дочитал даже. Ну дай пункт хотя бы раз, дочитай. А, ты зачем? Ну все, ладно, ну это ужас будет. Просто позор, я... Я ничего не забыл. Наблюдай за мной. Мы не враги. Ребят, не забываем, что вы соперники. Увижу, что вы помогаете. Тебе конец. Да, ты... Я тебя вот... Ребят, ну что? Ваше время пошло. Час. Начинайте готовить. Я реально не... А, что-то... Смотри, стакан теплой воды. Стакан, это стакан? А где взять теплую воду? Из-под раковины? Да. Вот, из-под крана? Из-под раковины. Прикинь, вот это то, что сливается. Она не работает. Не, смотри, здесь должна быть питьевая. А тут сырая. Чего мы на сырой воде что-ли будем готовить, елки-палки? А, это все на ней будет есть. Так вода у тебя не теплая, брат. Не теплая, да. А. В миску добавить стакан теплой воды. Десять, ой, десять. Одну ложку сахара. Да? Там же десять было написано ложек сахара. Сладкая пицца. Не, не, ты меня так не проведешь. А как я соль десять? Там тоже десять. Ой, в смысле ложка. Десять ложек сахара, десять ложек соли. За х**ть пицца. Это уродство, я знаю, извините. Это не мог над тарелкой? Это я специально, чтобы вот это через левое питье, знаешь? Бля. Так, и туда же надо десять грамм. А где граммомер? На глаз. На глаз? То есть вы хотите нас проверить, знаем ли мы с вараном. Десять грамм это тоже ложка. А ты одну ложку дал, да? Да. Это десять грамм по-твоему? Я думаю, да. Подожди, если мы сейчас неправильно эти дрожжи в х**ть, то у нас ничего не получится. То есть половину от этого нет. То есть мало, да? Так, и что, получается, вот, что же дальше? По-моему, ничего не было дальше, да? Все, это в духовку. Дальше меня начал Стас на ручку втягать, я такое помню. Я даже все забыл. Мы вообще с сатиром, когда обсуждали это шоу, мы решили, что мы два выпускника школы Юлии Высоцкой. И поэтому я искал долго ее мерч, но его не было в интернете. Поэтому я взял вот такой вот. Ну это, понятно, это не совсем Юлия Высоцкая, но у нее нет мерча, что я сделаю? Сейчас у меня жижа похожа на то, что либо из лужи я просто хряпнул, либо это, сейчас мы начнем лепить из глины с Маратом. Романтичная сцена будет, как в фильме «Привидения». По-моему, надо начинать переходить к тесту. Через сито, да. Через сито пропустить. Подожди-ка, сначала должно быть. Два с половиной стакана муки пропустить через сито. Факт. А не должно быть яиц вообще в этой теме? А ты здесь хоть одно видишь яйцо? Нет, ну вообще, разве для теста не... Ну, ребят, ну, значит, если нет яиц, нет яиц. Слушай, если бы он это не сказал, я бы прям не знал, что делать дальше. А теперь все понятно. Потому что тесто без... Дрожжевое. Нет. Дрожжевое, без яичное. Без яичное. Подожди, я помню, что нужно взять какую-то ложку масла. Какую? Вот эту ложку масла, вот этого. Сейчас? Я думаю, что да. Такие вопросы не могу ответить. Ну, ничего не выйдет иначе. Я тебе говорю, это провал. Это будет самый... Ну, закажем. Посланный кулинарный ролик в истории. Закажем пиццу А4. Да еще какая-то х**а плавает там. Смотри, нам нужно, значит... А может, действительно, сюда нужно высыпать вот эти два с половиной? А может, действительно. Почему вы не запомнили? Главное, пицца что? Честно. А дальше вообще ваша фаста. Ну вот у нас с тестом небольшие проблемы, очевидно. Смотри, над нами сжалились. На секунду. Я просто проверил. А, ну, тогда я понял твой намек. Как? О, блин. Там Зубарев. Иди сними ролик. Сним. Ах ты негодяй. Оставляем в миску чайную ложку. Я соберу папу. Ах ты с**а. Я думал, мы друзья. Нет, нет, я от него, брат. Вообще, погнали. Говорю, добавляем еще ложку сахара 10 минут. Перемешиваемся. Держим. Оставляем на 10 минут. Оставляем на 10 минут. Братан, тебе дальше зачинят. Я убираю. Второй путь считать. Все. Оставляем на 10 минут, чтобы дрожжи заработали. Подожди-ка. 10 минут уже проходит сколько. Ой, а куда здесь? Где здесь метро не знаете? Все. Это оставляем на 10 минут. И теперь... Все. Так, это мы оставили. Хорошо. Это понятно. А с мукой-то что? Просеиваем через сито 2,5 стакана муки. Вот что мы сейчас делаем. А зачем просеивать, знаете? Чтобы просеивать. Чтобы она не слепалась. Но это очень много стакан. Стакан вообще 200. Я вот по столько примерно делал. Вот по каемочку. А теперь туда 3 столовых ложки, по-моему, надо чего-то туда дать. А чего? А как ты так быстро вообще все сделал? 3,2,5... А ты... Братан, нет. Что? Нет. Это надо было вообще убрать. И постоять этому дать 10 минут. А оно постояло? Оно постояло, да? 10 минут? Да. А, это надо было до того? До... О, как хорошо. Смотри. Вот это правильное решение. Поддерживаю. Он готовил тесто, он п***ит. Нет. Это было 20 лет назад. Видимо, что я это убил? Я, по-моему, я вот это развернул и такое, ну че там? Ну, б***ь, подожди, я помню, подожди, я помню, что нужно взять какую-то ложку масла. Ой, ну не, Маратик-то п***ил, что он не готовил тесто никогда. Видно, видно. Видно, что это? Я готовил, но я в детстве готовил, я еще раз повторяю. Вот это сюда, да? А детство у тебя было вчера, да? В 7 лет я готовил это. В 7 лет готовил. Я готовил пирог, я для семьи. И вот это тесто? Да нет, еще нет. Это еще мука, вода. Я все-таки хочу трюк провернуть с сарделькой, колбаской. У тебя хорошо все? Да просею уже ее тогда. Хорош, хорош. Хорош. И как вот, ну, тесто, оно должно быть красивое? Тесто должно быть тесто. Я реально Юлию Высоцкой себя чувствую. А мне очень нравится, что Юлия Высоцкая всегда очень торопится куда-то. Просто невероятно. Студия дорогая. У нее как будто все горит. Да нет, потому что, ну, чувак, сейчас очень дорогие гайферы, операторы, студии. Они говорят, типа, давай, два часа тебе даем, и она там еб***т с 4 ролика. Это похоже на сырники. Должно быть тесто, пицца эластичное, приятное. А вот это нет? Это еще не то? Ну, это уже, может, уже перето. Честно, ну, офигенно, что вы пробуете себя в другом амплуа. Это как будто я там на балет пошел, спортом начал заниматься, рэп писать. Оно все прилипло. Добавляй этот, муку добавляй. Куну надо добавлять? Добавь мне муки, пожалуйста. Я у меня все уже. А почему оно у меня вообще рассыпается все? Почему у меня так все? Оно еще, значит, не готово. Видишь, уже не так прилипает, да? Прилипает жестко. Не, слушай, а мне кажется, попробуй раскатать. Не, нормально у тебя тесто. Оно очень, видишь, какое? Не, отлично у тебя е***йшее тесто, бро. Я еще тут пи***бол. Смотри, у него уже хачапури лодочка получается. Да-да-да, реально, я делаю батон, багет. Просто не делай ничего больше. Франсуа-ля, багет. Смотри, мне кажется, пора поставить его в холодное место. В теплое место. Ну ладно. Так я жесткий итальянец, ты не понял. Смотри, вот положи. Только посогласен. Положи, положи его. И теперь ткни в него пальцем. Видишь, остался след, то есть у него память хорошая. То есть она запомнит, как ты его бил. Угу, хорошо. Есть, ну реально же есть факты. Есть память воды и память муки. Да. Мне кажется, у тебя было хорошее тесто, ты уже перебаришь. Думаешь? Все. Все, накрывайте. А чем накрывать, так? Все, накрыл, да, что в темноте. Она же любит, типа, меланин начнет вырабатываться, все дела. Ладно, ну а есть что-то другое, полотенце, одеяло. Надо в тепло. Ты, кстати, помыл руки перед темною? Конечно, конечно. Я тоже, конечно же, помыл. Я не видел, что они мыли, они пришли, п***ли и сразу начали готовить. Причем, п***ли, это мы т***ли за бездомными. Слава богу, моему шоу, что пробуют их друзья, а не я. Я привел как раз-таки того бездомного, за которым д***л, поэтому... Я не понимаю, как утеплить тесто. Кидают миску, накрывают пленочкой. А у меня получилось окорок. Как в мультике «Том и Джелли». Да, да, реально. А дайте тесто отдохнуть, он за***лся. Хочет. Да, как из рэкбиса. Ну, ну... Ты сделал? Да. Готово? Можно я сердечко вылиплю? Да, давай. Какая она уродская. Так, ну что, ждем, пока тесто настоится. 15 минут перерыв. Можете покурить с бездомными. А куда? Так андроид фоткает луну. Так, ну что, продолжаем. Второй этап – это сделать тесто. Вы духовки разогрели? Конечно, сейчас буквально вот-вот начали. Я вот сделал тут Макс, а тут... Смотри, и нужно выбрать вот здесь режим, а это самое сложное. Между прочим, вот так поднялось. Вообще идеально, я сказал. В Москве даже тесто поднимается. Так, давайте сейчас, пока вы будете все это доставать тесто, пройдемся по близ вопросам. Ну, люди узнают вас поближе. Потому что ты, да, кстати, ты только настоящий у меня. Это правда. Везде ты там всякий кизар. Везде дурака валяю. Так, твое любимое блюдо, Маратик? Мясо французское, мамино. Твое любимое блюдо? Ну, запеченная рыба какая-нибудь форель. Еще чикен карри я бы туда поставил. Я обожаю чикен карри. Или баттер-басс. Хорошо, мы дружим с тобой. Почему у нас такая с тобой противостояние? То тебе рыба моя не нравится, то тебе окрошка не нравится, на чем я ее ем. Давай будем более толерантны в еде друг к другу. Нет. Так, так что ты стоишь? Даделай уже, время идет. А что делать? Раскатывать надо. Раскатывать. А можно муку, пожалуйста? Я зачем... Твой любимый фильм, Маратик? Новые пацаны Турбо. Я х*** не понимаю! Новые парни Турбо. Новые парни Турбо. Я не знаю, что это такое. Просто любимая моя комедия в детстве была. Ну, в школе. Твой любимый фильм? Моя любимый фильм, это Форест Гам. У меня ох***нное тесто получилось. Я бы вот убрал бы и раскатал бы на этом. На чем бы? На противне? А я это хочу сделать как итальянец. О! Я так видел. По-итальянски достаточно? Теперь я... Мадонна! Я слал вашу пиццу и огромный пельмень прямо сейчас отправляется в рот Супер Стасу. Идеально. Смотри, если бы я был какой-нибудь лох из Сибири, я бы твои советы слушал. Но я итальянский по лору. Если вы смотрели мой шорт с Лоренцо, он все делал ручками. Вот так вот. Вот вы хотите... О, смотри, смотри, смотри. Пошел, пошел, пошел. Я пил, чем Флоренцо. Флоренцо, да. Но не Лоренцо. Кстати, мы всегда готовили вот в семье квадратную пиццу. Мне кажется, это гораздо удобнее и легче делится на 4 человека. Да ты что? В принципе, если ты уронишь, я думаю, Манни Бло вообще будет насрать. Пицца любит массаж, ты слышал? А кто не любит? Поэтому прямо сейчас пицца едет дрожью. Сейчас массажку поянем, да. Так в Италии делают. Флоренцо так и делал. Флоренцо. Это я знаю специально. Это такой вид юмора, когда ты путаешь имя человека. Кажется, что ты дурачок, но всем смешно. Ильяс дело базарит. А если я хочу сделать кое-что? А что ты хочешь сделать кое-что? Ну вот я не знаю, мой оппонент сейчас услышит это и такой... Сырный бортик? Хорош. Моя б***ь, это матная пицца. Если у тебя будут сырные борты, у меня будут мясные борты, понял? Такое я видел тоже. Блин, у тебя реально как будто пицца неаполитанская, римская. Ну слушайте, у меня... Нифига себе. Это что за балово? И ты еще говорил, что ты не умеешь готовить? Не умею. Сатир, ты скрываешь себе. Так тебе надо шоу на YouTube снимать. Учусь готовить все. Сатир. А у тебя какой-нибудь бонус-ингредиент, какой-нибудь соус прикольный, нет? Ну да, как будто бы... Можно очень простенько у нас все будет. Но если у вас есть желание, что-то хотите добавить, сейчас быстро закажем. Вы нам только скажите. Реально? Я бы черную вот эту маслиночку бы постругал. Маслины нужны. Я бы корнишончика заказал бы. Да. И еще какой-нибудь вид ветчины. А мне колбаски охотничьи. Ну что, ребят, продолжаем. Песечка уже почти разогрелась. Можете делать, что хотите. Я тогда сую. Я тоже сую. Так, вот сюда, на этот уровень? Я бы повыше ставил, чтобы она... Вот так. Вот сюда. Ну что, я предлагаю вам приступать к подготовке ингредиентов. У вас появилось то, что вы просили. Это прошутто, маслины, охотничьи колбаски и огурчики. Слушай, ну охотничьи колбаски – это имба. Ну хватит. Ну что... Ты как этот нерадивый сын. Вообще, можно сразу отметить, что у нас бы пицца была гораздо вкуснее, если бы Стас не съедал все самые вкусные ингредиенты. Да. Ну, Марат, давай, рассказывай. Что рассказать, брат? Ну, что у тебя там? Вот смотри, на шоу, когда ты приходишь, спрашивают, что в будущем? Что есть? Чем похвастаться? Я послезавтра собираюсь ехать в Токио. Опа. Мы снимаем клип там. То есть я успел со своим шоу влететь, да? Ну да. Надеюсь, что мы все успеем, что нам успеют дать визу. Какой трек на пои? А там, кстати, японский припев. Я не могу его спеть. Если честно, ты пи***ишь. Не, я клянусь, реально. Типа, а у меня дома. У меня дома GTA 6. Угу. Вот это, походу. А скажите мне. У тебя что, Илья? У меня, слушай, я в скором времени как раз планирую сняться в клипе у одного очень талантливого рэп-исполнителя. Кейзаров? Там, кажется, припев что-то на японском, если не ошибаюсь. Ага. Да, я сатиром между перерывчиками и съемками позвал туда. Еще не знаю кем, у него есть много там вариантов ролей. Могу все что угодно, брат, для тебя. Могу оливку сыграть. Кстати, а не хочешь сделать пиццу к Олимпиаде? Давай. Разложим? Давай. Мы же вот-вот Олимпиаду же начнемся. Так же может выйти пицца для Ауди. Да, для Ауди. Смотри. А. Мне кажется, вот сосисок ты мало положишь. Вопрос. Думаешь? Угу. А вот повара профессиональные, они поджирают, когда готовят? Я думаю, нет. Но ты не профессиональный повар. А у тебя какое, Стас, любимое блюдо? Я обожаю стейки и оливье. Опа. Вот это вообще моя любовь. Я пробовал около 20 видов всех оливье, там типа все искал самое лучшее, то есть обожаю. Сам готовлю оливье. А какое самое странное оливье, которое ты ел? Вот летнее, вот я их рот ебал от оливья. Это чем отличается? Свежий горошек, все свежее, несоленый гучик. Вот это летний вайп, не, он мне не подходит. Я люблю зимний. Вы можете уже доставать и уже сервировать. Очень красиво у него, блядь, это, и это человек. Да правда, я не врал. Вот мне что-то пи***л. Нет, клянусь. Напишите, что сатир. Болт. Я просто, правда, ну так получил. Посмотрите, что это за пицца. Новичкам и дурачкам. Просто посмотрите. На моей кухне приготовить может любой. А, кстати, хочешь еще интересного моментика? Давай. Мой друг, которого я привел сегодня дегустировать нашу продукцию, вегетарианец. Ну ты ему не говори, как он сыр, 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 и скажи, что это веганская колбаса. Ну думаю, еще надо класть сегодня. Ну если твой друг веган, еще положи. Ты просто посмотри, ты просто сейчас заказал где-то в ресторане. Это заказал для вегана друга. Прятать ли нам прошутто под сыром? Ну вот как будто прошутто лишнее вообще. Зачем ты ее заказал? Я думаю, он должен быть. Он вот с этой штукой передаст всем привет. Я очень тщательно выбираю места, куда... Ну то, что ты творишь. Я на самом деле бы в эту пиццу добавил бы халапеньо. Но я боялся, что вот Игорь не любит острое. К какой-то заботы, к другу. А ты молодец, что вегану приготовил. Он тоже думал про своего друга и... Не хуй, я просто забыл. Не знаю, как это делается. Но я клянусь, никто не будет обращать внимание. Сало уже. Обратно сколько складываешь? Да, да, да. Ну что, ребята, пицца на столе. Выглядит очень все круто. Честно, уже ребята за кадром уже себе забронировали кусочки. Давайте представимся. Как тебя зовут? Чей ты друг? Я друг Ильи Сатир. Меня зовут Валера Монебло. Как там? Обоюдно. Супер. Как ты думаешь, где Илья, где Маратик? Я думаю, что вот это Илья, но надеюсь, что нет. Я не хочу с ним заканчивать дружбу, так как я вегетарианец, и я не ем мясо. Вот если он вот это подкинул мне свинью, то... Но я все равно его буду любить до конца жизни. Представься. Всем привет, я Игорь, друг Марата с детства, 6 лет. И что, мы будем выяснять, у кого красивее друг? Красивее? Мой. Твой талантливее. Не, мой красивее, понял? Да, и как-то я помню, я ел пиццу от Марата в школе. Это было неплохо. Но он говорил, что готовил в детстве. Это вообще мамина, у Марата, у мамы коронка пиццы. Пицца, да? Да, и эта коронка похожа вот на эту пиццу. Я думаю, что да, это Марат готовил. Давайте начнем как раз с этой, вы все к ней пришли, вы на стену ее посмотрели, посмотрите, какая особенность у этой пиццы. О, смотри-ка, твою реальность. Я пошла на разрезание. Надеюсь, все пропеклось. О, отлично. Все пропеклось, он сказал? Только вся начинка какого-то съебалась. Ну смотри, я вижу, что у Стаса текут слюнки немножко. Прямо на пиццу. Все старания человека, который это делал. Кстати, Валера мясо не ест. Да, я, кстати, я вегетарианец, два года. Забирайте по кусочку. Но ради ваших... Здесь меньше, здесь меньше мяса. Но надо попробовать все вместе. О, видишь, они подружились уже. Ага. Я два года не ел мяса. Слушаем, тесто, соусы, начинка. Вот это главное. То есть я могу отдельное попробовать? Это задумка такая. Да, да, да. Ну на запах, кстати, вдали лучше пахнет. Вблизи пахнет сырым тестом, не пропеченным. Хорош нюхать. Я что, мам, ее понюхать приготовил? Смотри, Игорь поцеловал твою пиццу. Давайте пробуем тесто, да? Тесто, начинаем? Я могу уже это, да? Конечно, может уже полчаса назад есть. Я тоже буду слушать. Ну оно как будто пропеченное, кстати. Пропеченное? Что-то пропеченное, но невкусное. Это как будто пирог с поминой. Ну на самом деле веганскую вкусную пиццу гораздо сложнее сделать. Сложно, вообще веганская все сложнее сделать. Они вас не слышат, сейчас видят только вашу реакцию. Вы можете хвалить, знаешь, чтобы ой, кусал. Но я хочу заметить, я хочу заметить. Это гениальный сырный бортик, ё! О, сырный бортик оценен. Да. Раз, сырный бортик. Сырный бортик. Так тесто вообще чепуха, но сырный бортик, кайф. Ну вот Игорь уплетает в целом, только молчит. Какое-то тесто очень пресное. Попробуй сырный бортик, сырный бортик. А у меня нет этого бортика. Не угораю, не угораю. Есть, вот он у тебя. Да. А, у тебя он не сырный. Мне повезло, у меня прям сырный-сырный бортик. Он бортик отсоединяет, это зачем? Просто, наверное, поугарать, чтобы. Что мы дальше оцениваем, кроме теста? Натинку и солны. И общую оценку, да. Я ем мясо только ради того, чтобы здесь было 500 тысяч лайков. Два года без мяса. Два лайка оставьте, сын, и мы. Два года, два лайка. Ну, кстати, вот решение добавить колбаски охотничьей было хорошее, очень вкусно. Ты бы какую футболку на свадьбу делал? Футболку на свадьбу? Суперстасовскую, вот именно ту, которая на нем. С него вот снять и надеть? Крутяк, я бы тоже. Я так давно не ел мясо, что этот вкус вообще забылся. Есть ощущение, да, что тесто не готово еще? Да, да, тесто не готово, 100%. Ты охуел, в смысле? Не может быть. Но начинка, хоть я и не ем мясо, реально вкусная. Ну, реально. Ну, это очевидно, Марата. А вот это очевидно, Ильи. То есть такой он эстет, да? Да, он красивенький, он все время любит там эти фрукты. А ты хотел бы такой вид из окна себе? Чисто ты на 12 этаже и там такой вид. Чисто ты в дом, в дом. Я думаю, у кого-то есть такие виды из окна, 100%. Так, ваша оценочка. Ну, на вид как будто поаккуратнее кусочки. На вид поаккуратнее, но я сразу смотрю и вижу, честно потоньше, экстравагантный почерк Ильи, потому что он сделал и с рыбой, и с мясом. А рыбы там нет. А, это не рыба, это бекон. Да. А почему Стас не ест? А тебе мнение его важнее, чем твоего друга? Ну, мне оно не важнее, но оно мне тоже важно, я так скажу. Хорошо? Да. Съеб, вот это ништяк пицца. Тесто тоньше получилось? Да, да. Тесто приятнее. Он раскатал, видно, а тот просто полапал своими руками. Он прям как тряпку снял, смотри. О боже. О боже. Ммм, нормально. Я увидел там маринованный огурчик, и его я не мог пропустить. А смотри, а мою-то пиццу. А мою он не поел? Угу. Я такие вещи в драке решаю. В драке с Супер Стасом. А интересно, мы бы вдвоем его осилили? Ну, я когда играл в God of War, там обычно один отвлекает, а другой взбегает на спину. И что-то вытыкает в голову. Да, только когда он бьет по груши, знаете, вот эти автоматы, они иногда ломаются. А, все, тогда отмена. Эта пицца намного вкуснее. Намного. Вот это ярче вкус. Вот это пицца ярче вкус, однозначно, потому что хочешь колбаски, тоже прикольно. Но это вкуснее. Мне не понравилось, что тесто, да, слишком толстое. Слишком толстое тесто. Толстое тесто, это он не про твою? Ну, тесто реально у меня очень толстое получилось. И здесь как будто соуса больше. А это важно, потому что я соусный кончевик. Я видел, когда этот человек делал эту пиццу, он прижимал, когда начинку он прижимал. То есть, а, возможно, этот человек... А откуда он мог знать это? Ну, если это Марат, то... Откуда я знал, что надо прижимать пиццу? 100% для первого раза. Это да, это да. Так, ну, какая победила по вашему мнению? Вот это побеждает. Это проиграла, это победила. Ну, что мы сейчас... Друга не услышат. Вот это, значит, ахуенная, да? Вот это хорошее, да? Вот это класс. Вот это побеждает, вот это все отмена. Что? Что он сказал? Твою пиццу отменили? Ну, вы, как вы уже поняли, что это была Илюшина. А, серьезно, нет? Это Маратика. И у нас есть очевидный, бесспорный победитель. Неоспоримый. Неоспоримый Илья. Правда? Нет, конечно. А Марат? Какой ты злой человек. А что с пиццей Ильи? Здесь подкачало явно тесто. Ты то, что прижал, это просто, ну, мое мнение, это прям ресторанный уровень. Это... А это как будто шестилетка сделана. А теперь можете сами попробовать оценить. А что, тесто не пропеклось или в чем проблема? Почему ты мне свинью решил подкинуть вот такую? У тебя какое-то как будто беспресное очень. Ты мало соли, сахара, я тебе говорил. Я по чайной ложке в каждую дал. Но за сырный бортик бонусный балл. Да, да. А ты попробуй Маратика. Это знаешь, это витринный образец у тебя, понял? А почему да? Да это в школе вот эти бабки, которые делали, туда накидали просто любой колбасы, которую... Давай пробуй Маратика. Чего, классная пицца получилась. Да, скажи. А знаете, в чем еще плюс? Знаете, в чем самый главный? Что здесь сыра, ебнешься сколько, это всегда плюс. Если сырочка добавил... У тебя тесто отличное. А почему у меня с*** отличное? Мне кажется, только из-за теста. Да, тесто ужасное здесь получилось. Я знаю, но обиделся, что я его отпидел. Да, слишком много бил. Память у теста все-таки есть. Ребяточки, ставьте лайки, подписывайтесь на всех ребят. Пишите, что еще снять с ними. Спасибо огромное, что сегодня хотя бы одна пицца получилась вкусно. Очень вкусно вообще. Спасибо, Илюша. Спасибо, Маратик. Спасибо. Спасибо, Игорь. Спасибо, Маннивлоу. Можешь продолжать быть дальше веганом. С вами был «Кто круче готовит». Пока. Субтитры сделал DimaTorzok